Поездки на чемпионаты даже мирового масштаба детско-юношеского хора школьные годы будут оплачиваться за счет республиканского бюджета. Вокалисты завоевали такое расположение республиканской власти, достойно представив Россию на втором мировом чемпионате мира. Там в нелегкой борьбе они заняли первое место. За это директор музыкальной школы и по совместительству дирижеру хора Виктору Заславскому намерены присвоить почетное звание заслуженного работника культуры Российской Федерации. Эминема Ламирова занимается вокалом с первого класса. Ранее она обучалась в музыкальной школе в Узбекистане. Там она показывала очень хорошие результаты. Потом ее семья переехала в Крым. И девочка перешла в детско-юношескую капеллу школьные годы. Несмотря на многолетнюю подготовку, уже с первых занятий она отметила, что требования к ученикам тут высокие. И дети благодаря особенным методикам преподавателей имеют быстрый творческий рост. Я занималась вокалом, я занималась фортепиано, ходила в музыкальную школу регулярно. Но больше всего я стала заниматься здесь. У меня уже произошла мутация, когда я пришла сюда. Я стала встраиваться в хор. Я никогда не думала, что это будет тяжело. Первые моменты были очень тяжело, но потом я уже даже привыкла. Хору уже 40 лет. За это время его вокалисты успели побывать уже во многих странах. Детско-юношеская капелла часто принимает участие в различных музыкальных конкурсах и нередко становятся победителями. Всегда ездили в какие-то поездки. Сначала это были просто концерты. Ну а потом, когда хор уже достаточно окреп и был, в общем-то, уже с некоторыми достижениями. Мы уже были образцовая детско-юношеская хоровая капелла. С 91-го года мы стали выезжать на международные конкурсы. Благодаря хорошим достижениям участников хора пригласили испытать свои силы и во втором хоровом чемпионате мира. Борьба оказалась непростой. За первенство состязались 30 самых худших коллективов планеты. Конкурс был разделен на четыре этапа. По окончании каждого из них часть хоров выбывала. Ступенчатость, вернее, состязание создает определенные трудности. Нужно каждому готовиться и каждое ответственнее, чем предыдущее. Поэтому это создает определенные сложности. Главным образом психологии. Детский организм восстанавливается сложнее, чем взрослый. Умение собраться, сконцентрироваться и показать все лучшее на очередном этапе. Высокие достижения коллектива прежде всего заслуга его главного дирижера и по совместительству директора музыкальной школы Виктора Абрамовича Заславского. Ведь он в этом хоре с момента его становления. Виктор Абрамович Заславский – заслуженный учитель, заслуженный работник культуры Украины, Крыма. Я уверена, что в самом скором времени это будет заслуженный работник культуры Российской Федерации. Потому что такие победы – это не только достойно представлен Крым, достойно представлена вся наша великая держава. Это замечательные, талантливые ребята. Глава республики Сергей Аксенов подчеркнул, что крымские власти готовы финансово поддерживать творческие начинания детской и юношеской капеллы и оплачивать затраты на поездки на другие соревнования. Надо ребят поощрить по всем направлениям. Кроме того, что мы нам благодарны, что Минкультура возьмет на финансирование следующей поездки, то есть непосредственно, это 100%. Я готов со своей стороны финансово поддерживать такие же поездки, мероприятия. Будем создавать вам условия. Раз у нас есть такой коллектив уникальный, ну все, будем вас поддерживать. В свою очередь вокальный коллектив отблагодарил руководителя республики песни, которые они исполняли в полуфинале мирового чемпионата мира. Дмитрий Попов, Александр Смычек. Время новостей.